Всем привет! Сегодня я расскажу о многими любимыми фаленопсисе Big Lip. Один из экземпляров. Это достаточно известная разновидность фаленопсиса. Меня как-то заинтересовало, откуда произошел этот фаленопсис. И я нашла вот такую статью, которую я, возможно, потом ссылочку оставлю в описании. Вот. Это статья из журнала. Значит, вот. Сейчас найдем резкость. Вот. Сайт. И журнал за ноябрь 2014 года. Вот так выглядит эта статья. Big Lip. Фаленопсис. Выращивание их. Перспективы развития на Тайване. Вот авторы. Значит, здесь идут фотографии фаленопсисов, которые постепенно получаются, что морфология губы менялась. Что такое морфология? Это строение губы. Вот видите, получается, постепенно изменялась губа. Разные такие варианты были. И сейчас я расскажу немножко, не целую статью, потому что статья занимает, по-моему, где-то три страницы. Кому будет интересно, может прочитать. Есть иллюстрации. Очень все интересно подробно. В цифрах с таблицами. Какие гибриды, откуда брались, вот, откуда их происхождение. Я думаю, будет интересно тот, кто любит изучать родословную орхидей. Вот. И позволю себе, как бы, зачитать, так как эта статья все-таки на английском, позволю себе зачитать, о чем идет здесь речь. Значит, честно говоря, я не думала, что этот фаленопсис, вот сейчас 2019 год, что это не настолько давний сорт. Вот. И статья, так как была написана в 2014 году, то, как бы, тогда это было вообще, как бы, одно из таких новых явлений выращивания фаленопсисов. Значит, до июня 2013 года в Королевском садоводческом обществе было зарегистрировано 31 382 гибридов фаленопсисов. И большая часть этих гибридов, как бы, когда их выводили, была на что направлена? Была направлена на увеличение длины соцветий, на увеличение размера цветка, на цвет, всевозможные узоры цветков, которые включали разные характеристики, например, такие, как линии всевозможные, дальше пятна, пестроту, различные сочетания, комбинации пятнистости и оттенков. Вот. Попытки существенно изменить вот форму цветка, то есть, вот, допустим, губа имеет определенное строение, вот такая губа, да, у традиционного стандартного фаленопсиса. Обычно не приводили к никаким результатам, кроме такого вида, как пилоричные есть еще цветки, где изменена форма тоже лепестков. То есть, новые гибриды, вот, которые появились потом, это биглипы, так называемые, да, считались на момент 2014 года очень перспективными сортами, которые в будущем могут быть достаточно прибыльными, вот для выведения. Значит, смотрите, большая губа, вот эта вот лепестковая, которая, ну, похожа на лепесток, она была, впервые появилась у такого сорта, как World Class Bigfoot, ну, или можно перевести, как этот вот сорт World Class снежный человек в 1990 году. И был выведен этот сорт питомником Carmella orchids на Гавайях впервые. Вот как же выглядел этот вот Bigfoot? Вот Bigfoot как выглядел. Сейчас я покажу вам его иллюстрацию в этом. Вот, розовенький. Такое вот, вот описание, который номер два. Вот, тоже получается, что это единственный, который имел такую вот популяцию. Видите, какая была губа розовый. Когда проанализировали родителей этого Bigfoot, то получилось, что на самом деле ни от папы, ни от мамы, как говорится, от кого брал цветок в свои гены, не мог он получить вот такую морфологию губы, такое строение губы. И было проанализировано, что, скорее всего, что это, такое изменение губы произошло в результате мутации. То есть, они не были, эти изменения, унаследованы от родителей, не от одного из родителей. А в результате мутации получилось, вот получается, другое строение губы. Так, что еще было? Что еще говорилось об этом сорте? Вот, этот вот сорт получил признание, именно сорт Bigfoot, снежный человек, получил признание от Американского орхидейного общества на выставке в Новой Англии в 1991 году. Во время этого присуждения премии, награды, было описано, что у цветка, у самого растения, 11 цветков на одном соцвете, которые очень близко к друг дружке, и очертания у них были, была именно эта лепестковая губа, так называемая. Дальше, сорт Bigfoot был мереклонирован и продан любителям орхидеи в США и Японию, и был использован в значительной степени как родитель различных типов новых Bigli, коммерческих гибридов. После этого он был в 2006 году импортирован в Тайвань, то есть, где уже очень рьяно взяли за него и стали выводить именно Bigli. Такие коммерческие сорта. То есть, вот этот наш Bigli был мереклоном. Получается, что его не семян вырастили, а создали именно способом мереклонирования. Значит, когда проанализировали, как я говорила уже, генеалогию этого фаленопсиса, получилось, что те, которые цвели белым, они включали в себя фаленопсис фродиту, 10,3%, амобилис фаленопсис, 26,4%, ремистодиана, 26,4%, и это составляло больше 60% генетического фона грекса. А цветущие розовые в фаленопсисе происходят от трех видов. Фаленопсис эквестерис, 12,6%, фаленопсис шелериана, 12,3%, и фаленопсис цендериана, 5,8%, который составляет еще 30% генетического фона. Фаленопсис тюрериана и фаленопсис люэдеманиана внесли вклад 4% и 1,2%, соответственно. То есть, как я уже говорила, что получилось, что ученые проанализировали вот эту составляющую генетическую и что все-таки что привело к такому строению губы, скорее всего, мутация. То есть, это не в результате удоследованных от родителей особенностей, а в результате мутации. Так, что еще было интересно? То есть, с 1994 года по 2012 было выйдено 4 поколения бигфутов, гибридов с помощью этого фаленопсиса, фаленопсис world-класса бигфута, и было создано 136 гибридов, которые были зарегистрированы. То есть, представляете, какая-то проводилась работа и насколько это все не просто так получается. Мы когда покупаем растения в магазине, да, то многие не задумываются, откуда и какая проведена была громаднейшая и кропотливая работа по созданию определенных видов фаленопсиса, определенных сортов. И вот этот вот фаленопсис, бигфут был, значит, сначала, поначалу не мог использоваться очень активно в селекции, потому что многие селекционеры не могли его использовать как родительское растение, не могли проводить крупномасштабное разведение из-за бюджетных ограничений или пространственных ограничений. Соответственно. И поэтому до 2012 года было достаточно мало его зарегистрировано потомков. А вот уже далее, в 2011-2012, уже было 22 и 57 гибридов второго поколения зарегистрированы. Вот. И ими были такие гибриды, которые очень известны. Это Юпин Истер Айленд и Юпин, и фаленопсис Юпин Файерверкс. Ну, если на русский перевести, то название называется Юпин Остров Пасхи или Юпин Фейерверк. Вот. Они были зарегистрированы в 2009-2010 году, и они стали вот уже очень важными родителями в появление вот большого количества сортов фаленопсиса пиглиб. Именно эти сорта. И уже дальше выкупили, получается, что у Японии выкупили, тайваньцы выкупили эти сорта. И когда использовали фаленопсис Сога Юки Дан, белый фаленопсис, и фаленопсис еще розовый Сога Дан, и скречивали его с этими фаленопсисом Бигфутом, получилось много, очень много вариантов. Кроме того, использовали эти вот уже появившиеся новые Файервокс и Остров Пасхи. Тоже были эти два гибрида внесли великий вклад в разведение фаленопсиса Бигриб на Тайвань. Вот. И получается, что их использовали и скрестили с фаленопсисом различных грексов и мини, и с брызгами, и белыми, с красной кубой, и с полосами, и с пятнами. То есть работа была проведена колоссальная. И эти гибриды, которые были в 2012 году, было записано 12 гибридов фаленопсиса с одним из родителем, который стал или Остров Пасхи, или Эферверк. Эти гибриды показали, что наследуемая вероятность такая христистика Биглипа составляет всего лишь 30-40% вне зависимости от типа фаленопсиса, используемого в другой, которые использовались с клещевыми. То есть, кому будет интересно более подробно, потому что там есть очень много таблиц, показаны процентные соотношения. Кому будет интересно, можете обратиться на этот сайт. Секундочку, наведу я резкость. Это статья Биглип, которую показала в начале. И на сайт Американской Ассоциации Орхидейного сообщества. Вот. И вот так называется. Если мне получится ссылочку дать, то я обязательно дам. И получается, что то, что мы имеем такую красоту, вот различные красивые такие сорта, это сугубо заслуга не сколько природы, сколько ученых, селекционеров, которые добывались для нас, для любителей Орхидеи, таких всевозможных окрасок. Работали над вот такими великолепными вариантами всевозможными, видите, и с прочерченностью лепестков, и с пятнистостью, всевозможные, видите, очень, очень интересно. Вот. Поэтому, когда мы покупаем что-либо в магазине, вот, Юпен, помните о том, что это в дикой природе такой сорт точно не встречается, это сугубо все заслуги, это заслуги мутации, которые появились в результате скрещивания Орхидеи, в питомнике Кармала Орхидс на Гавайи. На этом все. До новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok